привет всем а вы водам очередная у меня проблема сейчас будем вместе с вами и решать проявляется проблема вот так заводим папа аккумулятор чик то у нас не тухнет вот не тухнет аккумулятор вон его видно не видно не тухнет аккумулятор причем он почему-то горит вместе с ручником от ручника пущена он горит так проблема это заключается в генераторе напряжение сейчас не идет зарядки я уже проверял и так вот если газнуть то она потухнет так давайте наверно включу подсветку так и вот если га погазовать то лампочка аккумулятор она тухнет вот а ну-ка о не загорелась но если немножко поездить там машина прогревается генератор нагревается то потом она уже не тухнет вот так вот проявляется неисправность генератора а точнее щеток генератора такое происходит если щетки заканчиваются или тот вал по которому щетки трутся может тоже закончится ну единственная конечно проблемка щетки на шифроле вы у стоит 400 гривен и продаются они вместе с реле зарядки ну я ж нищеброд откуда у меня 400 гривен 15 долларов так ну в общем генератор вон там он стоит у нас под трубками под дроссельной заслонкой вот его видно там чуть-чуть так ну не знаю видео не нашел как снимать генератор но я планирую сейчас вот эту все распотрошить по мере возможностям возможно дроссельную заслонку еще снимут это все сниму и попробую добраться до генератора если не доберусь то буду снизу под добираться ну и так сейчас мы это все не буду показывать эту трубку тут и понятно как снимать вот два хомута снять стянуть дроссельная заслонка вот 4 болта по кругу тоже там без проблем снимается а дальше мы посмотрим после снятия дроссельной заслонки генератор стал виден вот он так вот я выкрутил уже ослабил верхний болт так вот этот вот вот этот болт и вот там вот снизу под генератором можно нащупать там есть второй болт я его уже выкрутил там шпилька такая она вставлена с гайкой чтобы снять ремень чтобы его ослабить пришлось снять колесом чтобы снять ремень вам понадобится отжать этот ролик для этого нужно вот этот болт за вот этот болт вот этот болт по часовой стрелки провернуть ролик он на пружине если крутить его по часовой стрелке он отожмется то есть вот я накидной ключ на 15 одеваю на болт его достаточно и проворачиваю вот и видно как ремень вот ослабляется здесь я столкнулся с неприятностью вот видно болт эту шпильку вот это вот она плохо видно сейчас попробую так вот видно хорошо эту шпильку вот эта шпилька вот она так вот 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 эта шпилька это нижняя шпилька генератора и она уперлась в кронштейн коллектора впускного то есть я ее полностью выдвинул но она уперлась кронштейн сейчас попробую отверткой поддеть генератор и как бы отжать может получится на нет не получается то есть получается придется сейчас изобретать в какой-нибудь не знаю что или вырезать этот кронштейн или откручивать кронштейн коллектора ну в общем неприятная ситуация в общем пошел я варварским путем взял монтировку отогнул генератор уперся там и отогнул сам этот болт вот я его так вот погнул и мне удалось его полностью вынять после того как я генератор сниму я буду болгаркой растачивать вот это место куда он выдвигается чтобы не приходилось потом так мучиться не знаю что-то просчет какой-то технологический так ну как видно трубка кондиционера мешает сейчас попробую еще открутить вот этот вот кронштейн этот кронштейн прикручен двумя гайками на 2 на 12 здесь ключ такая вот длинная головка ну такая вот у меня удлиненная так ну что круче снимаю кронштейн вот такой вот кронштейн так вот так вот он наш вот он наш генератор ну идемте на стол будем его разбирать вот его номер там сколько ампер так ну и смотрим что внутри внутри у нас здесь мухи дохлые и первый нежданчик мой неожиданность неожиданность в том что диодный мост не такой как в корейце как не такой как я сегодня смотрел на корейской машине мы корейском генераторе вот он даже по форме не такой давайте его снимем вот щеточный узел идиодный он в одном комплекте принцип такой же ну по форме он не такой другая модель видимо хоть бы щетки подошли мы придется так есть так и как и как я и предполагал вот видно черная сторона это значит щетка уже не доставала сюда почему не доставала я покажу вот щетки не знаю видно будет не видно вон они ну все они уже изношены до предела о от руки снимаем так вот крышка я снял ну и вот видно щетки вот видно что что их уже практически нет вот 0 то есть щетки износились практически в ноль вот и проблема почему загоралась лампочка так вторая проблема может быть главное чтобы еще здесь медь осталась обычно она рассчитана почти одинаково вот этого так ну надеюсь что еще не износилась кстати вот видно или не видно то которая ближе практически нет износа на медяхе а вот на 2 уже износ пошел износ пошел потому что щетка стерлась начала искрить и вот это вот искрение образовывала всякие там графитные отложения и начала интенсивно стирать вот это вот медное кольцо контактное ну я вижу что здесь еще медь есть то есть надеюсь что отделаемся мы только заменой щеток вытянуть нормально отпаять не удалось щетки пришлось вот это вот место контактное сточить болгарка здесь олово вот одна щетка уже выпала с пружинкой так вот она уже закончилась теперь сейчас подтолкнул немножко вторую вот место а вот ну вот как видно место и болгаркой сточил немножко вот так вот ковырнуть нужно даже теперь можно подогреть и ну должно выпасть все теперь немножко подавил полярником и щетка так а щетки я купил вот от вас 2101 стоят 15 гривен на доллар и даже меньше одного доллара меньше одного доллара вот такие две щеточки сейчас мы замеряем размеры их не ширина 8 это жигулевские толщина 5 так наши щетки ну шанхайская в ширина 6 толщина 4 ну все отлично срезал я болгаркой ну вот эти верхние пластинки здесь оказывается не припаяна контактная точечная сварка такая и у меня получились две вот таких вот замечательных щетки вот это жигулевского жигулевские щетки жигулевского генератора там с копеечного или шестерочного ну неважно так смотрим первое длина длина от этого контакта медного проводка то есть ну как видно она нам подходит один в один не подходит только толщина щеток жигулевский немножко толще чтобы они нам подошли необходимо взять кусочек наждачки сделать тот размер который нам нужен или напильник или наждачку ну чем удобнее будет тем и делаем вот 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 показываю что получилось вот эти щетки жигулевские я их сточил только по бокам то есть ширина их подошла как раз ширина щеток 766 и 2 где-то шесть с половиной ну короче шесть с половиной ширина а толщина щетки должна быть 5 миллиметров ну старые четыре с половиной эти 5 миллиметров я только пока сточил и уголки подправил немножко сточил уголки все 4 вот такая вот щетка получается так сразу проверяю вставляю щетка входит до конца она сама туда падает все от отверстие под провода я немножко расширю зачистил теперь главное аккуратно быстро припаять так чтобы ну провод этот не покрылся оловом потому как если долго держать там и много припоя то он может тупо так вот весь покрыться припоем а мне нужно сам кончик только чтоб припаять так одевают пружину точнее чем не одевать сразу вставляю так вставляю пружину и нужно выровнять проводок чтобы он ровно был примерно так и пытаемся теперь попасть в отверстие опа вот он и есть вот он попал в отверстие так немножко еще об все все заворачивай его на бок проводок и аккуратно теперь припаиваю желательно чтоб какие-то были приспособления для пайки там пинцет или что так у меня уже здесь припоем голову паяю вот так вот припаялись наши щетки все отлично я потом еще допаяю здесь полностью и так смотрим смотрим так чтобы при нажатии все отверстия совпали без усилий особых чтобы под действием самой пружинки это все происходило щетки там у всей силы не перли то ну как мы видим вот как видно все отлично щетки подошли идеально так ну все в общем припаял я нормально все отлично даже вот этот вот я почистил нормально здесь еще медях и хватит а когда медяха начнет заканчиваться я соответственно но опять же загорятся лампочки зарядки и я это увижу ну надеюсь это будет через много тысяч километров так ну что собираю обратно и устанавливаю и уже покажу вам результат тогда уже так сразу сниму номера этого щеточного узла диодного моста может кому пригодится может кто-то все-таки сможет найти вот такой вот диодный мост валю со щетками на шанхайская вы кстати вот номер генератора тоже вдруг кому пригодится вот он так вот шанхайский генератор джем галю вот еще какой-то номер вот ладно сейчас соберу и все покажу так теперь собственно покажу в чем проблема с этим болтом вот этот болт ну вот я его погнул вот видно он погнутый он упирается вот здесь в уголок так вот вот этот уголок он упирается это жестянка обычная здесь буквально немножко вот так вот разточить болгаркой и все можно будет болт вынимать задвигать и снимать генератор не лазивший под машину и не снимая вот те все кронштейны я сейчас маленькой болгар очкой расточу и все на этом все закончится и буду устанавливать генератор болт я выровнял и отверстие уже болгаркой прорезал маленькой и вот что получается так вот вот болт и он выходит и попадает вот в отверстие которое я прорезал вот теперь он свободно вылазит полностью от него вынял никаких проблем раньше он упирался вот эту вот защиту на хрена так делать непонятно так ну вот в принципе и все все собрано и собрал я быстрее чем разбирал колесо прикручено все собрано патрубки трубки дроссельная заслонка все на месте ну что пожалуй пробуем заводим куда там заводим забылся одеть свою гламурную клемму меня теперь новомодные китайские зажимные сам такие быстросъемные клеммы при каждом ремонте там стартера генератора обязательно отключайте клеммы у меня это занимает ровно одну секунду вот одна секунда ходить и тоже одна секунда вот так вот наши лампочки генератора так ну ручники не буду пускать так смотрим-то блин и не лампочка генератора тухнет еще стартер крутится она уже тухнет капец все пускаем ручник все потухло закрываем двери теперь все огонь на этом дешманский ремонт генератора закончен всем кому понравилось ставьте лайки в конце в конце видео будет два окошка я там прорекламирую два своих канала то есть у меня второй и третий канал на youtube еще есть заходите смотрите всем удачи и пока и 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